МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Книги на дожде. Роман Умберто Эка «Пражское кладбище». О выходе его в русском переводе было известно достаточно давно, и многие читатели его ждали. Более того, было известно даже, хотя бы отчасти, о главной теме Пражского кладбища. Протоколы сионских мудрецов, знаменитая подделка XX века и теория всемирного заговора. Вот одна из центральных тем этого романа. Главный герой которого, Симонино Симонини, сотрудничает с самыми разными тайными службами, то есть самых разных стран. Однако не только конспирология и не только история, но и происхождение социальных мифов – вот что волнует Умберто Эка. Поэтому в не меньшей степени его занимают бульварные, приключенческие романы. Ну а, кроме того, в этом солидном томе невероятное количество кулинарных рецептов. Происшествие. На борту оживлений матросы выловили крупную черепаху. Оказывается, и такой попадается южнее Корсики. Дюма в экстазе. Предстоит работенка. Сначала повернем ее на спину. Дурашка выглянет. Что там? Тут мы ей голову-то и отрежем. Потом подвесим ее за хвост на полсуток. Выпустим кровь. Снова уложим на спину. Сунем хороший нож между брюшными и спинными пластинами. Главное – не зацепить пузырь. Если растечется желчь, черепаху есть будет нельзя. Вынем внутренности. Сохраняется только печень. Прозрачная кашица, которая у ней внутри, не идет в пищу. Но там есть два мясных орешка. Они похожи на телячьи филеи вкусом и белизной. Отрубим, кроме того, перепонки, шею и ласты. Нарежем их на мелкие куски. Выдержим для очистки. Зальем добрым бульоном с перцем, гвоздикой, морковью, тимьяном и лавром. Все это будем варить три или четыре часа на малом огне. Тем временем нарежем пулярку на длинные ломти. Приправим петрушкой, луковой стрелой, анчоусом. Все это сварить в кипящем бульоне. Бульон слить. Соединить с черепаховым мясом. Добавить три-четыре бокала модеры. Если нет модеры, можно и марсалу с чарочкой на оливке или рома. Но это уже не то. А нас с вами ждет черепаховый суп завтра на ужин.